Научный сотрудник НИЛ Белково-Клеточное взаимодействие Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Алина Пешкова стала победителем конкурсного отбора на стипендию президента России по направлению медицинские технологии, диагностическое оборудование, а также лекарственные средства. Проект посвящен изучению связи воспаления и тромбоза. Это одно из современных областей биологии и медицины. И мы будем изучать связь тромбоцитов и лейкоцитов. Лейкоциты – это иммунные клетки крови, которые участвуют в воспалительном процессе. А тромбоциты – это клетки, которые играют ключевую роль в развитии тромбозов. Сам проект находится в русле одного из практически важных направлений современной биологии и медицины, а именно в взаимосвязи воспаления и тромбозов. Пандемия коронавируса подтвердила важность этой проблемы. Пандемия COVID-19 показала важность воспалительных процессов и связи их с тромботическими осложнениями. Поэтому есть данные о том, что тромбоцитарные и лейкоцитарные агрегаты образуются и при некоторых воспалительных заболеваниях и тромботических. В ходе исследования планируется определить содержание тромбоцитарно-лейкоцитарных агрегатов крови пациентов с воспалительными и аутоиммунными заболеваниями. Для этого планируется изучить спонтанное образование этих агрегатов при таких аутоиммунных заболеваниях, как системная волчанка и ремотоидный артрит при системном воспалении, обусловленном COVID-19. Данная часть работы будет выполнена при участии врачей университетской клиники КФУ. Данная работа будет реализована на базе НИЛ Белково-Клеточные взаимодействия под руководством профессора Рустема Игоряча Литвинова, а также на кафедре биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии. В результате реализации проекта молодой ученый планирует получить новые данные о нарушениях функционального состояния лейкоцитов и тромбоцитов. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Субтитры создавал DimaTorzok